Сегодня день редких болезней. Еще их называют сиротскими, поскольку встречаются эти недуги у одного человека из двух тысяч. В Украине таким пациентам часто даже диагноз ставят годами, а после они долго ждут необходимого лечения. Ведь лекарство стоит несколько тысяч гривен. В нашей стране до сих пор нет программы, которая бы предусматривала хотя бы частичное финансирование лечения редких болезней, рассказывает Ольга Сасс. Без такого рюкзака эта хрупкая девушка не ходит никуда. Внутри жизненно необходимый аппарат. Из-за редкой болезни, легочной гипертензии, Анне приходится три раза в день останавливаться, чтобы сделать ингаляцию. Без них в легких поднимается давление, кровь становится гуще и сердце не может ее перекачивать. Доночка с двух рук знает, что до мамы на ручке не может, потому что мамы поднимать вашу кожу. Но ничего. Десять тысяч гривен стоит только одно лекарство. И его хватает на 80 дней. Зато теперь, после двух лет лечения, у Анны есть первые успехи. Она может самостоятельно выйти из дому. Я начала больно подниматься с ходинками на ДВП, а если я не могла этого дозволить, мне муж поднимал вот так подмышку. Таких как Анна около 15 человек на миллион. Но помочь им практически некому. Этим больным в Украине не выделяют ни копейки. Да и лечить легочную гипертензию у нас почти не умеют, рассказывает кардиолог Лидия Коноплева. Шутит, ушла бы на пенсию, вот только пациентов не на кого оставить. В стране нет ни центров для лечения, ни даже реестра больных. В каждой стране есть такой центр. И каждая страна имеет такой реестр этих больных и оказывает им помощь и лечение. Но мы надеемся, что у нас тоже работа пойдет более активно в этом плане. При рождении ребенка у нас делают тесты на наличие только четырех генетических заболеваний, самых распространенных, но на самом деле болезней тысячи. Сейчас мы говорим, что в мире всего насчитано 8 тысяч форм. Но все дело в том, что есть другая статистика. Если мы будем все дальше развивать технологии медицинские и научимся выявлять по одному измененному гену, а это к этому идет, несомненно это будет, тогда у нас будет редкие болезни 55 тысяч. Сколько таких больных никто точно не скажет. В Европе полагают не менее 8% жителей планеты страдают генетическими заболеваниями. Только иногда это заметно с первых дней, а иногда болезнь проявляется со временем. Ольга Сасс, Лидия Калинина, Павел Лысенко, Никита Исайко. Подробности телеканал Интер. Подробности телеканал Интер.